С вами 53-й информационно-аналитический выпуск портала Интернет-Собор. Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Христос Воскресе из мертвых Смертию смерть поправ, Исущим в грабе в живот даровал. Христос Воскресе из мертвых Смертию смерть поправ, Исущим в грабе в живот даровал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Христос Воскресе из мертвых Смертию смерть поправ, Субтитры создавал DimaTorzok Христос Воскресе из мертвых Смертию смерть поправ, Исущим в грабе в живот даровал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не так просто. Гораздо, я думаю, сложнее, чем это было в прежние времена, более тихие и спокойные, когда была государственная религия, когда законы благочестия были законами общества всего. вот сейчас мы этого уже не имеем и поэтому положение нашей церкви единство нашей церкви это выходит на первый план в наше время и конечно вот наш синод в основном посвящен вопросам нашего единства и как нам противостоять вот этим козням дьявольским всяким шатанием расколом разномыслием таким которые границы уже переступают вот и вот мы стараемся каким-то образом отвечать на эти вопросы и как раз вот прекрасный пример это то что наше единство с греческой старостильной церковью вот приехали три епископа ее на наш синод принимают участие в работе нашего синода конечно сейчас средства информации интернет распространяют все что угодно во всем что это угодно правда там какая-то малая крупица в основном это все неправда то что распространяется вот и люди читая интернет они смущаются вот многим из того что с чем они сталкиваются на этих просторах вот и как раз нам обязательно надо иногда встречаться так друг с другом чтобы ну разъяснять вот как что что есть на самом деле в общем да не то что там пишется в интернете а как вот дела обстоят на самом деле вот и как раз это очень полезная у нас была встреча и мы констатировали вот с нашими греческими братьями что у нас нет практически никаких расхождений вот мы по всем основным вопросам мы одинаково смотрим на вот эти церковные проблемы мы стараемся придерживаться святоотеческого православия мы стараемся не не пускать в нашу ограду модернизм политику на эти все новшества которые куменизм куменизм да вот мы мы у нас есть святые отцы у нас есть на предание священная традиция церковная вот надо это хранить вот это гораздо дороже стоит чем все вот эти современные то что зазывают экуменические вот эти собрания там и все прочее знаете там внешняя какая-то суета и внутренняя пустота вот а наше православие она глубоко по своему содержанию вот и вот каждому православному человеку надо как бы понять ощутить эту глубину и тогда он поймет насколько она ценно и насколько она драгоценно само православие что нет никаких богатств вокруг нас духовных тем более которые могут сравниться с богатством которое имеется и православная церковь и вот вот это богатство вот это вот духовное богатство мы и призваны хранить не призвано передать его следующим поколением сколько не знаю будет этих поколений до конца света но наш обязанность наша обязанность наш долг вот передать во первых воспринять то что есть то что несет себе православная славная церковь. Это одно. И, во-вторых, передать это другим людям. И, наверное, Владыка, в настоящей церкви все-таки обречены эти слова «держи то, что имеешь». Да, конечно, это на все времена. «Держи то, что имеешь» – это Христос. Вот мы обрели Христа, и держись за Него. И все. А ничего другого, кроме этого, нет. И быть не может. Все остальное – это мистика, это призраки, это фантомы, которые его схватил, а его раз – оно исчезло. Как богатство, как какое-то стремление к разному удовольствию. Это все дела плоти, которые ненасытны. Сколько бы ты туда ни шел, как бы ты к этому ни стремился, сколько бы ты ни получил, все равно насытиться здесь невозможно. Абсолютно. Вы повторяете слова Соломона. Кто любит деньги, никогда не насытится. Да, и я хочу напомнить слова Христа, что, как он сказал Самариан, так, что пия эту воду обычно опять захочешь пить, а если ты выпьешь той воды, которую я тебе дам, ты уже больше никогда пить не захочешь. Абсолютно. То есть душа, она может получить удовлетворение только во Христе. Да, конечно. Бесконечности. Душа вечная. Ни в чем материальном этого получить невозможно. И действительно, и хочется даже, Владыка, все-таки Владыка Амбросий проявил такую инициативу, чтобы они приехали и не читали интернет, а вот, как говорится, глаза в глаза поговорили, он об этом сегодня рассказывал. Это очень хорошо, очень правильно, очень мудро. Да, обязательно. Надо людям между собой встречаться. И, знаете, когда люди встречаются и имеют при этом хорошее намерение, они обязательно найдут общий язык. Знаете, вот главное внутри иметь какое-то желание найти этот общий язык. А если, конечно, человек приходит агрессивно, как агрессор, и что ему не говорили, он ничего не слышит, и все это развалить, то так и любое сообщество разрушается. Начиная от семьи, кончая и государством, и церковь тоже разрушают, раскольники, которые не хотят никого слышать, которые настаивают на своем, и которые не имеют желания жить вместе. Которые не являются жаждущим правдой, а которые как бы ее узнают. Да, да. А сказано конкретно, блаженно жаждущие правды, ибо они насытятся. И вот эта вот правда, она и реализуется, и в таких вот встречах, именно на соборах, на синодах, Дух Святый вкладывает вот эту истину в сердца людей, они ее узнают. Да, конечно, это не зря, что считается, что мнение церкви выражают церковные соборы. Потому что, когда люди приходят, приходят, их много, и мы верим, что Дух Святой присутствует при этом. И всегда истина находится, как бы обретается в таких вот среди жаждущих правды, значит, они насытятся, они обретают эту истину. Вот именно в таком соборном общении. Ни один человек, он не может заменить церковь. И всегда у нас собирали соборы не для того, чтобы там продвинуть какое-то решение, как, к сожалению, это делается. Как съезд попросил. Да, как уже все готово, только надо, чтобы проголосовали это решение. У нас такого никогда не было в нашей зарубежной церкви. Всегда собирались на соборы для того, чтобы определить правильный путь. Вот мы не знаем, как нам правильно поступить. Даже, Владыка, исторически. Вот мы собираемся с собой, и мы вот выясняем, вот это вот, нам надо так-то и так-то поступить. И вот это есть церковный, соборный путь познания истины. Абсолютно, Владыка. Даже история это подтверждает, потому что Четвертый, Всезарубежный собор, принял решение о том, что рано объединяется с Московской Патриархией. То есть, действительно, как они ни готовили, как они ни подкладывали, но все равно Дух Святый определил истину. И вы последовали этому соборному решению. Конечно, конечно. И мы с каждым днем, с каждым убеждаюсь, я, например, что мы действительно на правильном пути, и что мы не отступили от нашей традиции зарубежной церкви и вместе с зарубежной церкви от традиции Вселенской церкви. Мы никогда ни от кого не откалывались. Вот такого нет эпизода, значит, чтобы мы откололись от кого-то. И я убежден совершенно, что мы на правильном пути находимся. Вот и слава Богу. Слава Богу. Вот так спаси Господи, Христос воскресе. Воистину воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе.